Так, мы с вами продолжаем. Мы с вами в Симане, Шинбет, 302-й Симан. Что ж ты меня раньше не спасил? Я думаю, да. Думаю, это можно включить. Итак, мы изучаем с вами законы шаббата, а конкретно законы стирки, складывания одежды, промокания, вытирания, всего, что с этим может быть связано. И буквально одним словом повторим, что мы с вами учили в прошлый раз. Мы сказали, что если человек разлил что-то на столе в шаббат, то он может промокнуть это полотенце, может промокнуть это тряпкой, при условии, что это не очень много жидкости. Почему? Потому что нет опасения, даже если это будет красить полотенце, нет проблемы с уве, нет опасения с хита, потому что он просто это промокнет, тряпка для этого предназначена, он не выжмет ее. И то, что он красит, он ее пачкает, то есть он ее не стирает, обычно мочат, запрещено замачивание, потому что это мелабин, потому что это первый этап стирки. Но когда ты промокаешь, наберешь что-то грязное, да, в этом проблемы нет. Но если пятно огромное, то есть ты много пролил, и тут действительно, да, есть опасения, нельзя в шаббат поднимать мокрый багет, очень мокрый, прям, который тяжелый от воды. Почему? Потому что есть большое опасение, что ты его выжмешь. Мы сказали, тут есть три опции, что можно сделать. Можно накидать туда там 10 полотенец, это первый вариант, чтобы каждая не промокла до такой степени, что его нельзя будет поднять. Второй вариант – это использовать что-то, что обычно не выжимают, бумагой, например. Либо третий вариант – это, если нет у тебя под рукой ни бумаги, ни такого количества полотенец, то сделать это вдвоем с кем-то. Потому что мудрецы свое опасение ввели только касательно одного, когда один человек поднимает тяжелое от воды полотенце, он может его забыть, выжать. Но если два человека это делают, есть мнение, что 10, да, но можно не устрожать. Два человека это делают, один другому напомнит, что шаббат, и поэтому мы не опасаемся, что это может привести к выжимке. А то, что мы обсуждали в двух словах в прошлый раз, сегодня пойдем с вами дальше, поговорим про кожаную изделие и прочее. Но прежде буквально, да, одно слово вдохновение, что называется, мусар, это был такой рыбарий левин, там один из глав поколения прошлого, это Большой Талмит Хахам в Эрец Исраиль, в земле Израиля, у него было такое обыкновение, он навещал заключенных евреев в тюрьме. В Израиле есть тюрьма, и там причем есть отделение для, как бы для тех, кто там есть бейт-мидраж, там прямо в тюрьме есть синагога. И с книгами, и с фарим, люди вообще попадают в тюрьму, выходят оттуда уже такими знатоками торы. Да, я сейчас вспомнил другую историю, Равшала Маруш рассказывал, что он приходил, что-то я одну историю хотел рассказать, другую вспомнил. Да, он тоже приходил, навещал заключенных, и один момент, они говорят, Рэбе, помолись за нас, чтобы мы вышли на свободу. А он говорит, я честно, говорит, не знаю, такой свободы, как у вас есть тут, у вас нет нигде. То есть что вы хотите выйти на свободу? Чтобы что делать? Опять пуститься во все тяжкие? А на самом деле свобода человека заключается в том, что имея возможность сделать что угодно, он в итоге приведет себя в бейт-мидраж, да, и будет учить Тору. А у вас тут, как бы, да, в режиме таком, да, против силы, но у вас, как бы, это уже есть. Это его размышления были. А Раварий Левит такая история, что был там человек, один из заключенных, который очень негативно, как бы, реагировал на все. О, Рэбе, что вы приходите? Он приходил обычно в шаббат, он сразу закуривал сигарету. Он сразу начинал закуривать сигарету, выдыхать там в лицо, что, говорит, вы пришли, кому это надо, что вы думаете из нас, тут кто-то что-то хочет соблюдать, мы все нерелигиозные. Вел себя очень вызывающе, очень нагло, да, мешал. Всем шалом. Шалом, шалом, Ника. Как раз ты, да, на историю попал. Да, Ария Левит приходил навещать евреев в тюрьме. И был один заключенный, который с ним постоянно пререкался. Но Раварий Левит проявлял просто какое-то невероятное, в общем, он улыбался всегда, здоровался, выслушивал. Продолжал так, как будто ничего не бывало, давал уроки. А тот говорит, я не понимаю, говорит, в чем смысл ваших прижогов, вы думаете, эти люди соблюдать что-то будут, что ли? Говорит, они, я вижу, они потом и кушают некошерное, и нарушают шаббат, и все они делают. И, говорит, что вы сюда приходите, для чего? Я, говорит, не понимаю, в чем смысл. И вот когда он сказал, я не понимаю, в чем смысл, Ария Левин остановился, повернулся к нему и сказал, ты, говорит, что думаешь? Что я прихожу, говорит, и вижу там негодяев, заключенных, людей, которые уже отчаявшись, а их уже спасти нельзя. Я вижу тех, кто курит сигареты в шаббат. Я вижу, говорит, тех, которые там кушают некошерное. Я тебе скажу, что я вижу. Я вижу, говорит, еврейские души, нашамот. Я вижу, говорит, еврейские души. Я вижу братьев евреев, которые попали в трудную ситуацию. Да, раз получилось так, что они сидят за решеткой, им тяжело, им непросто. И если это так, а это, главное, в первую очередь, это нашама, это еврейская душа. Я, говорит, всегда готов быть рядом, помочь всем, чем могу, да, и буду продолжать приходить только ради этого. И тот так отшалел от ответа Рава, что на следующий день он пришел, он не курил, он ничего не говорил. Наоборот, он стал поддерживать Рава, стал его как бы главным протеже, да, он всех собирал на урок, говорит, Раварий приходит, говорит, давайте, говорит, послушаем, сделаем шуву. Да, мы должны знать. Тяжело, тяжело увидеть за человеком, может быть, за его поступками, за его поведением, что в итоге, в итоге там внутри всегда, да, есть теплица, еще, да, еврейская душа. Да, как мы с вами говорили про пример, про 100-долларовую купюру, мятую, да, она не теряет своей ценности. Бриллиант, который ты уронил в грязь, в лужу, втоптал в землю, он не теряет, возьми его, почисти, по-моему, бриллиант, он стоит те же тысячи, сотни тысяч, да, он не теряет свою ценность. То же самое, иногда нужно найти в себе силу, видеть в каждом, да, в каждом Мисраэле, да, в каждом еврее, видеть ту самую, да, Найшамай, Лукит, божественную душу, до которой можно и нужно уметь достучаться. И тогда любая, любая эта искра, да, любая душа засветит так, да, как настоящий бриллиант. Это как бы урок, который нам преподал Раварий Левин. Но мы с вами, да, говорим про одежду. В прошлый раз мы говорили с вами, мы уже обсудили промокание, разлил что-то на столе, чем можно промокнуть, чем нельзя, почему. Да, сегодня речь у нас пойдет немного о кожаной одежде, о обуви. И, да, обувь, тебе хочется почистить обувь. Бывает так, да, что ты грязь, слякоть, ты приходишь в синагогу, и у тебя налипла грязь. Так вот, существует разница, нужно знать, между одеждой из ткани и кожаной одеждой. Да, то есть мы сказали, что ткань, даже капельку, даже слюну нельзя взять на палец и вот так потереть себе пиджак, чтобы убрать пятно. Нельзя, это называется, да, это мелабин, это один за замачивание, это уже работа, тем более тирка, это вторая часть работы. Мы сказали, третья часть, это уже когда ты выжимаешь, и четвертая, это когда ты сушишь, и каждая из них имеет свои примеры. Да, надо будет как-нибудь обязательно, да, сами примеры обсудить. Но пока, да, учим то, что есть. Обычную одежду, изготовленную из шерстяных, льняных или других нитей, запрещено замачивать в воде в шаба. Почему? Потому что из-за этого она отстирывается. Но кожаная одежда, ее в отличие от тканевой, разрешается замачивать в воде. И только с силой оттирать прилипшую грязь запрещено торой. Да, то есть надо быть аккуратным, с силой оттирать прям даже кожу нельзя. Но водичкой можно. Почему? Разница между двумя этими видами одежды заключается в том, что в обычную одежду вода впитывается, проникая внутрь ткани и растворяя пятна и грязь. Поэтому процесс ее стирки начинается уже при замачивании. Тогда как кожа не впитывает воду с такой легкостью, и вода не проникает внутрь нее, а значит, не может растворить грязь, питавшуюся в нее. И хотя если кожаную одежду замучить в воде, то вода может растворить грязь, прилипшую кожу. Грязь, впитавшуюся в нее, она устранить не способна. Но если кожу станут отстирывать, натирать, то есть с силой тереть одну ее сторону, а другую, или оттирать с помощью щетки, то грязь, впитавшаяся в нее, выйдет в воду. И это уже будет считаться нарушением запрета мелабен стирки деурайта по торе. Поэтому, несмотря на то, что есть облегчение с кожей, то есть можно делать то, чего нельзя делать с обычной тканью, если на кожаную одежду или обувь попала грязь, ее можно смыть водой, потому что в результате, как мы сказали, отмоется лишь та грязь, которая прилипла к внешнему слою кожи. Но запрещено оттирать кожу, потому что таким образом ты уже как бы, да, с нее сойдет грязь, которая впиталась в кожу, и она выйдет в воду. Это уже называется, когда ты извлекаешь при помощи жидкости то, что внутри, это уже называется стирка. Поэтому, да, промыть сверху грязь можно. Если, не знаю, у меня кожаная обувь была, и даже там лужа какая-нибудь есть, немножко так, обычно нос, да, пачкается, нос прям обуви замачивала в лужи, все, она стирала, и все, и обувь как бы, да, грязь сходила. Так можно. Если кожаная одежда намокла, кожаный плащ у человека, да, фуражка, кепка у него кожаная, то согласно постановлению, то когда-то тоже мидерабанан, ее нельзя отжимать, потому что выжимать любую одежду – это деурайта. Почему? Потому что вода легко выходит из нее. При отжиме вода выходит из одежды. А вместе с водой, как мы объясняли, и впитавшаяся грязь, и потому отжим считается одной из разновидностей стирки. Мы сказали, да, это третий этап стирки. Обязательно, да, одежду сушат. Не сушат, а выжимают, чтобы вода внутри вместе с грязью вышла. Тогда как кожаную одежду при стирке обычно не отжимают. Ведь отжать ее не так-то легко. И при отжиме она почти не становится чище. А потому запрет ее отжима является лишь исурдерабанан. То есть мудрецы запретили отжимать кожаную одежду. То есть на самом деле по Торе кожаную одежду отжимать можно. Но мудрецы, они всегда стоят на страже. Человек начнет отжимать кожаную, потом скажет, а что, это тоже нельзя. И в итоге будет отжимать все. Чтобы люди не путались. Да, я видел, как Равин выжимал одежду. Он там не обратил внимания, что Равин выжимал кожаный шарфик. И теперь пойдет, будет выжимать свои носки или джинсы. Чтобы этого не было, мудрецы запретили отжимать также кожаную одежду. Но нужно знать, что это запрет только мидерабанан. А если кожаная обувь испачкалась, например, в пыли, то разрешается стереть с нее пыль рукой, тряпкой, так как пыль вообще не впиталась в нее, а лишь покрыла ее сверху. Но запрещено тереть ее щеткой или тряпкой, чтобы придать ей блеск. Это уже другая работа. Вот придавание блеска – это мемахек. Это называется, да, есть такая работа, мемахек, это больше, это связано с разглаживанием кожи. И когда ты уже натираешь кожу до блеска, это вот уже больше похоже на мемахек. Тот, кто машину ремонтирует, знает, да, полировка. То есть, да, это уже такая полировка кожи. Да, тоже такая вещь есть, это отдельная работа. Поэтому спокойно возьми там рукой, протри обувь, да, или даже можно тряпкой ее убрать, но прям полировать ее нельзя. А если прилипли кожаной обуви комки глины или грязи, причем они крошатся, когда человек счищает эти комки, то надо знать, что если, то это запрещено. Это другая работа. Нельзя крошить в порошок что-то. Это называется тохен, помол. Нельзя молоть. То есть, когда ты берешь комок глины, слипшийся вместе, и превращаешь его в песочек, даже если это комки грязи на обуви, ты их когда срываешь, ты его немножко крошишь, то это тохен. И это тоже запрет мудрецов. Запрещено это делать. Единственное, что если есть сомнения, что ты не знаешь, ну я буду сейчас ударять эти комочки, может они не раскрошатся, то тогда можно защищать, может это уже не посекрочат, это можно. Но в случае необходимости, даже если не возникает сомнения в том, что они раскрошатся, их можно удалить просто каким-нибудь другим необычным способом. Например, постучать ботинки друг об друга, чтобы они сами свалились, эти комки. А если глина прилипла к одежде, то ее разрешается стряхнуть внешней стороной ладонь. Что делать? У тебя там машина проехала, ты стоял в плаще, и прям тебя облило комочками грязи. Да, можешь просто взять, стряхнуть внешней стороной руки, сбить эту глину в себя. Или обувь постучать друг об друга. Почему? Потому что если ты будешь что-то делать руками, то руками это как бы, да, ты крошить. Будешь окрошить, это тоже запрет. Мудрецов. Мудрецов. Окей. Это что касается кожи. То есть мы сказали, что какие-то вещи кожи мягче, чем все остальное. Кожу она не впитывает, поэтому кожу можно даже водичкой намочить, тряпочкой протереть. Да, в отличие от любой другой ткани. Но здесь, если мы имеем дело с грязью, засохшей грязью, нужно быть аккуратным, чтобы не сделать тохен, не размельчить комочки грязи. И тоже, чтобы не полировать, то есть долго натирать тряпочкой обувь тоже нельзя. Это мемахек, это уже полировка кожи. То есть просто протереть, это можно. Дальше уже как бы будут другие проблемы. Мидера-банан. Теперь. Так, следующая тема у нас кипу-шурхан. Это покрытие стола. Это из скатерти, одежда из полиэтилена, клеенки, полиэстер, все виды синтетических материалов. Насчет их стирки. Как с ними быть? Ты одел какой-то там дождевик. Или что-то такое. Мешки специальные такие от дождя просто поверх одевают, и ты не промокаешь. Тоже из полиэтилена. Так вот, запрет стирки относится к одежде и тканям, которые впитывают грязь. Но что касается деревянной мебели или пластмассовой посуды, в которой грязь не впитывается, то их разрешается мыть водой, чтобы убрать ту грязь, которая к ним прилипла. И из этого, казалось бы, можно сделать вывод, что в шаббат разрешено мыть скатерти, сделанные из клеенки или полиэтилена. Ведь поскольку они изготовлены из однородного материала, а не отдельных нитей, среди которых они промокают, в них входит вода. Это полиэтилен. Они не впитывают грязь. И получается, на них не распространяется запрет стирки. Но есть пуски, которые выносят именно такое постановление. Они говорят так, что действительно, что раз-то это полиэтилен, он состоит из однородного материала, то ему можно мыть вообще все, что хочешь, там вообще законы стирки не действуют. Он ничего не впитывает, значит, его нельзя выжать. Он ничего не впитывает, значит, он не стирается. Он ничего не впитывает. Короче, да, нет никаких проблем. Но, по мнению большинства, пуски, все-таки, поскольку куски подобных материалов служат одеждой и скатерцами иногда, в их отношении следует придерживаться более строгого лехумра, что называется, строгого, да, толкования закона. Не оттирать их, применяя силу, так как это похоже на стирку. Михзей, да, это похоже на стирку. Но такие материалы не впитывают воду, поэтому одежду и скатертью изготовлены, из них разрешается мыть шаббат. И даже оттирать легкими движениями. Игрот Моше, Йоредеа, Сицелезер. О, наши люди. Но Игрот Моше, это ашкиназик. И по-ашкиназски, и по-сифарски, что такие материалы, которые не впитывают воду, поэтому одежду и скатерти, изготовленные из них, разрешают мыть в шаббат, и даже оттирать легкими движениями. То есть, да, часто вы приходите в израильскую семью на шаббат, вы видите, что, да, есть скатерть, а поверх нее лежит такая клеенка. Не знаю, вот у меня жена не любит, она не делает, и каждый раз стирает, да, она любит как бы саму фактуру вот этой вот скатерти. Но более как бы практичные, считают, что как бы жалко каждый раз стирать, они полностью как бы красивую скатерть наклевают такой клеенкой, а эта клеенка тоже такая толстая, да, и все, и потом ее просто моют, моют, прямо оттирают, да, после еды там ее, да, там разлито все, прилипло что-то, все это оттирают. Но также возникает вопрос, что касается одежды, скатертей, чулок, которые из синтетических волокон, полиэстера. Вот я не знаю насчет чулок, чулки из полиэстера, наверное, да, но как они, скатерть могу представить, одежду, да, такое могу капюшон представить, чулки, чулки синтетических волокон, полиэстера. Но как бы там ни было, тот, кто знает, знает, что по мнению всех авторитетов, то есть, да, все пуски в шаббат, говорят, что запрещено оттирать такую одежду и отжимать ее. Так как при этом они отстирываются от впитавшейся в них грязи. Вопрос заключается в том, разрешается ли мыть их и замачивать в воде. То есть, стирать их точно нельзя, потому что это все-таки, да, ты их стираешь, они реально меняются, и ты входишь вовнутрь. Но можно ли их просто бросить в воду? Есть мнение, которое говорит, что поскольку вот эта вот синтетика, эти волокна синтетические не впитывают грязь или воду, вещи, изготовленные из них, в шаббат можно мыть и замачивать в воде. И только если в состав этой синтетической ткани входят также натуральные волокна, то есть, помесь, это синтетика и натуральные какие-то там, не знаю, изготовленные тогда запрещено замачивать в воде, а так можно. Но есть другое мнение. Так считает Шмират Шаббатки Илхита. Шмират Шаббатки Илхита, мы упоминали эту книгу много раз. Это самая авторитетная книга по законам Шаббата. Ее используют как Ашкиназим, так и Сфарадим. Но надо знать, что есть и другое мнение, что даже если Орли Цьон, кстати, что даже если одежда полностью изготовлена из синтетических волокон, ее запрещено замачивать в воде, поскольку между волокон впитывается грязь. И при замачивании и мытье такой одежды эта грязь частично растворяется, сходит. И да, он здесь посекла и Аллаха, что на практике в Шаббат запрещено замачивать одежду, изготовленную из синтетической ткани. О, видите, все-таки он на хумра идет, что все-таки не надо замачивать одежду, не стоит. Дождись после Шаббата, потом это сделаешь. Окей. То есть, если скатерти можно даже протереть, то все-таки одежду из таких материалов лучше устрожать, не замачивать. Хотя все остальное разово стряхнуть можно. Так вот, разрешено очищать линзы, да, что это такое, контактные линзы, как жесткие, так и мягкие, поскольку закон по отношению к ним, да, он вообще лекула, да, облегчен, нежели по отношению к полиэтиленовым скатертям, потому что их можно оттирать, и поэтому их можно оттирать легкими движениями, кроме того, линзы не впитывают жидкость и грязь, а также не считаются одеждой, да, это не похоже, мы опасаемся, одежду нельзя полиэтиленовую, потому что похоже, скатерт нельзя похоже, но линзы, они ни на что не похожи, они ничего не впитывают, поэтому проблемы нет, можно их мыть, протирать, кому это актуально, поэтому даже если человек оттирает их, это не выглядит как стирка, и здесь нет даже запрета мудрецов, поэтому подобным же образом разрешается мыть пустышки, пустышка это, да, это пассифая, соски, детские, и соски на детских бутылочках, знаете, тоже там, они забиваются, они начинают пахнуть, их хочется промыть, пожалуйста, тут можно их вообще вымыть, удалить привлевшую грязь, поскольку они изготовлены из резины или силикона, на них вообще не распространяется запрет стирки, а поскольку они не похожи на одежду, то как человек оттирает их, это тоже не выглядит как стирка, то есть, да, если подвести итог, все, что не из натуральных тканей и по определению ничего не впитывает, тут уже по определению не может быть стирки, единственное, что есть проблема от мудрецов, мудрецы говорят, все-таки, если это одежда, если это похоже на одежду, то не надо этого делать, медерабанан, да, не надо их замачивать, ничего не надо делать, да, потому что похоже на стирку, но если это вещь, которая мало того, что из полиэтилена или из резины, она еще и не одежда и не скатерть, то тут вообще никаких проблем нет, да, можно и помыть, и высушить, как мы сказали, все, что необходимо сделать с этой бутылочкой, например, соской и прочее. Окей, это что касается таких материалов, да, и давайте попробуем с вами еще один маленький, одну маленькую подглаву про выведение пятен и вообще вытирание пыли в шаббат, да, пыль, мы сказали, с обувью можно протереть, пыль можно удалить, кожа, обувь, проблем нет, нельзя натирать, это мемохек, да, это ты, как называется, чтобы они сверкали, вот этого нельзя, но пыль вроде с обувью можно, а вообще, так вот, мы уже говорили, да, что стирка, мелабин, вот эта вот стирка, которая запрещена Торой, все ее четыре этапа, она производится главным образом с помощью воды или каких-то других очищающих веществ, мы добавляем что-то, да, порошки и прочее, но даже если человек не пользуется для этого водой, все равно... Альбе, Альбе, всем просит добавить. Давай, 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 Семи! Где он? Спасибо. Ой-ой-ой, и Ника тоже вылетел. Семи, Ника, еще раз, еще раз, да, повторим, то есть, что мы сказали? Мы сказали, что есть большая разница в стирке, в законах стирки одежды в отношении кожи. Семи, ты с нами? Да, да. Для вас, коротко, брат, я тоже, я тут. Немного повторим. То есть, мы сказали, что кожаная одежда сильно, вообще все, что из кожи, сильно отличается в запретах от обычной ткани. Ткань нельзя даже слюну взять пальцем вот так вот на пиджаке потереть, нельзя в шаббат. А кожаную одежду из-за того, что она не впитывает, можно даже намочить. Да, единственное, что нельзя ее тряпкой натирать до блеска. Это мемахек. Мы сказали, что можно, что даже, даже кусочки грязи, да, можно в воду носочек опустить, помочить ногу, чтобы она сошла. Рукой нельзя грязь стаскивать, потому что ты крошишь. Это другая работа, другая проблема. Нельзя крошить слипленное место в порошок. Это тохен, это запрет дырабанан. Поэтому, да, так чистить нельзя. Но постучать друг об друга каким-то другим образом так можно, чтобы сбить эту грязь. Потом мы говорили про полиэтилен, про всякие скатерти вот эти вот, которые вообще ничего не впитывают. Их можно, да, оттирать, но стирать тоже нельзя. Если по мудрецам, по которым можно, но мудрецы сказали, что если у тебя плащ из такого материала, который вообще не впитывает, не надо, не надо его замачивать, это слишком похоже на стирку одежды, стирку скатертей. Но это только запреты дырабанан. А если же это не одежда и не скатерть, то тоже мы сказали, что это проблема, например, детская соска или бутылочка, она из резины, а она не похожа на льда. Можно делать все, что угодно, вымыть ее, вычистить все, что надо. Сейчас хотели несколько слов сказать про то, что обычно мы стираем с использованием воды и с использованием всяких чистящих средств. Это, не знаю, порошок, стиральный порошок, что там, отбеливатели и прочее. Но, но нужно знать, что даже если ты пытаешься постирать без воды, сухая такая стирка, используя порошки, все равно в шаббат, если даже ты не используешь воду, все равно в шаббат будет запрещено выводить пятна с одежды, оттирая ее. Почему? Это похоже. Михзей, леменабен, это напоминает стирку. То есть, даже если ты сухая стирка, хочешь потереть, нельзя. Но разрешается, как выводить пятна. Дешинуй, необычным образом. Но, однако, пятна бывают двух видов. Давайте разберемся. Есть пятна легкие, и есть серьезные. Легкие пятна, можно удалить шаббат, бесшенуй, как мы сказали. А серьезные пятна, то есть, да, когда ты, ну, как ты бесшенуй. Бесшенуй, это значит, как-то, да, потереть, там, не знаю, а пола как-то, себя нельзя, руками нельзя, то есть, как-то по-другому, да, тереть. Ты никогда серьезное пятно таким образом не выведешь. А серьезное, он говорит, что, ага, бесшенуй, бесшенуй, легамур, бесшенуй, гамур, а, есть два вида шинуев. Ага, то есть, легкие пятна можно выводить необычным способом, а трудновыводимые пятна супернеобычным способом, я не знаю, как это перевести, то есть, в корне, поэму, супернеобычным способом. Давайте объясним, а что имеется в виду? Во-первых, легким считается такое пятно, на которое человек, на всей одежде образовалось, да, это пятно, может даже не обратить внимание. Такое, да. Наши мудрецы запретили оттирать эти пятна таким способом, как это делают обычно во время стирки. Но если человек такое легкое пятно, которое, в принципе, особо незаметно, выводит каким-то другим способом, это не запрещено. Из этого следует, что такое пятно разрешено соскребать, например, ногтем или ножом, потому что так обычно пятна от пятен не избавляются. Можно поскрести его немного, прерваться на несколько секунд и снова поскрести, поскольку в таком случае со стороны это не выглядит так, будто человек оттирает пятно. Вау, ребята, лайфхак, да? У тебя пятно. Иногда, знаете, бывает его поскреб, оно еще хуже стало. То есть, было пятнышко, ты его начал ногтем скрести, теперь у тебя прям этот порошок растерся еще больше. Подожди пару секунд и снова поскреби. Пару секунд и снова, да? Отряхни потом. Вот таким вот образом. Но это только, если это пятно, знаешь, на черном пиджаке серовятое, сероватое пятно. Так особо не видно. Можно также удалить легкое пятно одним движением с помощью сухой тряпки или носового платка. Кетчупом брызнул на себя. Можешь взять там и одним разом провести. Если необходимо, то можно через несколько секунд даже повторить это еще раз провести. Ведь если человек не трет пятно в течение долгого времени, то это уже это даже не похоже на мелабин. Это, да, так это обычно не стирают. Стирка так не делается. Поэтому, да, кстати, какой это хак. То есть, что вы делаете? Одноразовый хак можно провести, но это мы говорим про пятна, которые там легко выводятся. Брызнул кетчупом, да, или такое, да, оно незаметно, человек даже может особо внимания не обратить. То есть, либо оно легко стирается, либо особо не бросается в глаза. Но, что называется, что такое серьезное пятно? Это пятно, которое такое значительное, что человек, на чьей одежде такое пятно появилось, вообще не может выйти из дома в таком виде. Да, если человек не может выйти даже из дома в таком виде. то такое пятно, вот уже такое пятно, то есть, серьезное, там, не знаю, налил себе кетчуп на белую рубашку прям полностью, такое пятно даже не начинай. Да, запрещено соскребать или удалять с помощью тряпки. Почему, как вы думаете? Потому, что ты увлечешься, тебе не даст результата твое одноразовое вот это вот провести рукой. И ты второй раз, третий, четвертый, пятый, оно большое и ужасно выглядит. И, короче, ты будешь, во-первых, это опасение, что ты просто начнешь уже тереть. Это будет стирка. Да, поскольку, да, соскребать, удалять с помощью тряпки, может, именно так большие заметные пятна и удаляют будни. Но некоторые решения постановляют, что это даже, это, это до райка, что это из сурда урайка, что тереть такие пятна, это уже из сурда урайка. Однако, есть пуским, вообще, короче, из махлокет пуским, касательно, можно ли медерабанан в шаббат выводить такие пятна вообще в корне отличным способом, бесшину и гамору, не знаю, супернеобычным способом. Помните, мы говорили с вами, что любой до райта, если ты делаешь бесшину, и ты сразу опускаешь эту работу на уровень дерабанан. То есть, если, не дай бог, что-то такое произошло, и вот прям, да, вот нарушение шабата, и вот сейчас вот ты понимаешь, что это произойдет, сделай это просто необычным способом, не как обычно. Не как обычно. Вот мне постоянно приходит в голову этот пример, когда в синагоге после опасности, была какая-то опасность, порвался какой-то ненормальный с ножом, и поставили, поставили детектор в синагоге, прямо входить нужно было в хоральную синагогу через электронные ворота, которые проверяли тебя на наличие металла, а звенит не только металл, да, звенит и все, что угодно. Люди приходили разную в синагогу, и нужно было проходить через это. И кто-то из Рабаним сказал, даже в этой ситуации нельзя, это псикрейша, и заходите спиной, и люди заходили спиной. То есть на чистый, да, но это все равно псикрейша нельзя, многие это критиковали. Но видите, когда ты делаешь бешенуй, то есть уже все, что делать? Да, хотя бы сделай это бешенуй, да, это первое. Но даже, то есть есть постским, которые говорят, что даже трудновыводимые пятна, если только ты найдешь способ сделать это супернеобычным способом, то так тоже можно. И в крайнем случае можно положиться на их мнение, да, что даже такие трудновыводимые пятна можно, но просто надо найти супернеобычный способ. Поэтому, если, вот я просто не знаю, если ноготь это необычный, то супернеобычный это чужой ноготь. Я просто не знаю, что такое супернеобычный. Поэтому, я не знаю, может он пример приведет. Поэтому, если необходимо, разрешается выводить серьезное пятно способом шинуй-гамур, да, то есть необычным, да, в корне отличным от обычного. Например, о, например, пехао, дайдугма. Потеревшись от двери или шкаф тем местом на теле, около которого расположено пятно. в идеале было бы, конечно, об кору дерева потереться, но нельзя, да, дерево мукса, нельзя на дереве облокачиваться. Поэтому, да, дверь, шкаф, как дверь, начинаешь тереться, да, около которого пятно или почесав тело в этом месте. Почесав тело в этом месте. А, интересно. А кто это даст вопрос? Это же не поможет. Смотри, как даст. У тебя пятно, ты берешь ногтями и чешешь. Тереть нельзя, но ты говоришь, я чешу грудь, на которую я только что там, да, набрызгал. А, взял, почесал. Например, проехала машина, облила тебя грязью, твою белую рубашку. Пока ты дошел до дома, она высохла. Ну, ты берешь, чешешь тело и соскабливаешь это. Или произведя массажное движение. Вау, это что еще такое? Так, чтобы оно в корне отличалось от того, как обычно теряют пятно, выводя его. То есть, так, сначала, что нужно сделать? Ты вспоминаешь, вот если бы это была среда, как бы я сейчас застирал эту рубашку? Что бы я делал? Вспоминаешь движение, вспоминаешь, как ты это делаешь. Например, ты трешь два края этой же рубашки друг об друга. Все. Значит, я не краем рубашки, я буду что-то другое использовать. Я не буду делать движение такое, я буду делать массажное движение. Вот такое, как будто я втираю, я не знаю. То есть, по-другому. Но если пятно многослойное, то большую его часть можно соскаблить ногтем или ножом, как мы сказали, или даже стереть тряпкой. При условии, что таким образом человек не выведет все пятно целиком. То есть, сбивать сверху, если у тебя такой бугорок, как пятно многослойное, это можно. А вот оставшуюся часть удалить способом, который супер, мега, самым необычным способом. Это уже трясь об двери, чеши в это место тело. По-другому ты никак это пятно сейчас уже не уберешь. И мы говорили про пыль. Если капля вина условно маленькая упала на рубашку, что, можно ногтем тереть или нет? Он говорит, что легкое пятно это то пятно, это ногтем ничего не даст в случае с вином, наверное. Нет, почему чуть-чуть растираешь, оно может проходить, например. Ну, не важно, просто как нам вот по жизни это использовать, чтобы разобраться. Легко выводимое пятно, ты можешь даже взять тряпочку и быстро протереть. А через пару секунд даже еще раз. Но если тебе вылили полбутылки на рубашку, и это такое пятно, что ты просто в таком виде уже не вышел бы никуда. То есть ну это прям уже там капелька упала, ладно, я бы пошел ничего такого, не так заметно. Это можно, это значит легче. Но если это прямо или такое в таком видно такое сильное пятно, что прям стыдно, тогда нужно шинуй гамур, тогда нужно сильный шинуй. Например, потереть, почесать в этом месте тело. или он говорит потереться этим местом о шкаф или о дверь. Такие вещи, если это поможет. Если это фактурное такое, объемное пятно, прям брызнули в тебя медом, да, или там, не знаю, пролили там чонок на тебе прям кусочек, это можно сбить. То есть мы, грубо говоря, если маленькое пятно образовалось, мы не можем салфеткой потереть, да? Потереть нет, но ты можешь взять, салфеткой провести и через пару секунд даже еще раз провести бешеную. Но именно потереть не можем. Потереть не можем, да, потому что это уже стирка. И в этом-то я опасен, когда пятно сильное, тебе вот это не поможет один раз провести. И ты начнешь тереть, а тереть нельзя. Один раз проведи результат, через пару секунд еще раз проведи. Это понятно, больше маленькие пятна беспокоят, чаще всего они происходят. То есть протереть постоянно мы не можем, ногтем потереть можем. И даже потом еще раз, еще раз, и тряпочкой тоже еще раз, еще раз. Тоже с перерывами, ногтем тоже с перерывами? Ногтем, да, тоже с перерывами, с перерывами. Сделал перерывчик, и это мы говорим при условии, что нам мочить нельзя, правильно? Мочить нельзя. Ткань вообще мочить нельзя. Кожу мы сказали можно, ткань нельзя. И мы учили тоже, кстати, вот к следующей теме, что кожу можно протереть от пыли. Спокойно рукой или даже тряпочкой протереть обувь, но нельзя натирать. Вот есть разница между протереть и натирать. Протереть можно, а натирать, чтобы она блестела, это другая работа. МАХ, кстати, она относится к к коже. К кожу натираю, чтобы она блестела. Мы говорили, это похоже на полировку машины. Да, полировать вот это нельзя. Один раз от пыли убрал. А что касается полок, я вот навожу порядок и что-то улёкся, смотрю, у меня книги в пыли, решил шаббат их от пыли протереть. Да, например, если одежда, сначала давайте, одежда заплачкалась в пыли, то запрещено стряхивать с неё пыль обычным способом. То есть нельзя эту одежду трясти или хлопать по ней или оттирать её, но разрешается стряхивать пыль, щёлкая пальцами так, да, как вот так вот, да, стрелять пальцами, щёлкать, потому что это очень необычно, да, то есть просто бух-буха отряхнуть ладонью не надо, а вот пальцем конкретно бить в то место, которое ты хочешь очистить, это нормально, потому что это не нормально, поэтому это нормально, это называется шинуй. Но если же например, диван в пыли, и ты хочешь диван от пыли отряхнуть, кто-то, не знаю, на него там что-то положил, он теперь в пыли, то можно постучать по нему, чтобы отряхнуть пыль. Почему? Поскольку диван, он не так важен, как одежда, в которой человек стыдится выйти из дома, и поэтому то, что он забудется и начнёт прям оттирать одежду, мы гораздо больше опасаемся, чем если там речь идёт про диван. И да, стряхивание пыли из дивана тоже стиркой особо не считается, но запрещено оттерять обивку дивана, как при стирке. То есть, да, если ты обиваешь обивку дивана, да, есть такие специальные, знаете, как поминтоновые ракетки для диванов, которыми специально выбивают пыль, там, не знаю, вот какие-то такие приспособления использовать нельзя. Слушай, Альберт, а получается, если пыльный у тебя костюм, ты его оттряхнуть не можешь тоже, или как? То есть, если у тебя что-то пыльное, ты не можешь оттряхивать, да? Вы же запрещено стряхивать с одежды пыль обычным способом. Трясти эту одежду или хлопать по ней, или оттирая её, да? Разрешается стряхивать пыль щелчками, но ты замучаешься реально весь пиджак отщёлкивать. Ну да, если ты решил одеть старый дедушкин пиджак в шаббат и не успел его подготовить, то походу выбивать его нельзя. Это ближе к четвёртому уровню стирки. Мы сказали, что стирка состоит из четырёх этапов. Замачивание, тёрка сама тереть, выжимание, высушивание, когда при высушивании химчистка, да, всё испаряется. То есть вот это высушивание, выбивание, оно там сидит. Выбивать тоже, видишь, миг за их, как будто ты стираешь. Но если грязь упала на одежду, идёшь в шикарном пиджаке и птичка как назло с точечной меткостью упала на одежду, но при этом она не прилипла к ней, то её можно удалять и это не считается нарушением запрета стирки. Я никогда не забуду, это у меня с детства память. С товарищем я зашёл к другу в гости и мы сидели и он решил по-тихому взять из холодильника этот шоколадное масло, нутелла, тогда это был вообще деликатес просто. И мы его ели-ели, короче, едим это шоколадное масло и в один момент падает прям кусочек на белоснежную, я уже не помню, то ли скатерть, то ли прям диван даже и всё это палево просто, во-первых, нам влетит и он берёт, я никогда не знаю, он берёт пальцами этот кусочек нутеллы на белом диване, поднимает его, он такой густой, он просто идеально, ничего не осталось, и убрал его, я думаю, что вот это прям точку о том, о чём мы сейчас говорим, что эта ничь является запретом, то есть если как бы что-то прям упало, но это можно прям сбить, стряхнуть, снять, поэтому в шаббат разрешается снимать с одежды, например, перья, вату, нитки, на тебе что-то есть, я могу подойти к тебе в шаббат и ниточку снять с пиджака, тому подобное, и это не называется, да, это не будет называться отстирывание. Окей, то есть друзья, мы с вами сегодня на самом деле четыре темы разобрали, мы сказали, что ткани, всё тканевое, это самое как бы всё, что стирка относится к тканям, если это не ткань, это кожа, полиэтилен, полиэстер, все виды синтетики, то это гораздо легче, но там есть проблемы мидерабанан, мы перечислили ряд проблем, тохен, мемахек, дерабанан, это похоже михзой на стирку, поэтому даже если у тебя полиэтиленовый там, там, не знаю, скатерть, его можно потереть на столе, но класть его где-то, мыть, стирать нельзя, это похоже на стирку, одежда, похоже на стирку, у тебя там полиэтиленовый, этот, не знаю, плащ, тоже не надо его стирать, стирать прям, но так протереть можно, и говорили с вами о пыли, пыли в ткани, то есть ткань, желательно не вбивать, два вида пятен, сухой, сухого, если у тебя сухие пятна, и ты не хочешь использовать воду, а можно, нет, даже без воды нельзя, только без шинуй, измененным способом, и тут зависит, какие у тебя пятна, если у тебя легкое пятно, то можно прямо разом провести, даже тряпочкой, или ногтем, через пару секунд, еще раз, еще раз тряпочкой, если сильное пятно, то опасно тряпочкой, надо делать супер каким-то способом, мы сказали, как будто ты чешешь тело, либо, да, или потом потереться об дверь, или обо что-то, но, что касается пыли, пыли вытрякивать нельзя, обычным способом можно сбить пыль, если у тебя что-то, что не стало частью одежды, пух на тебя сел, или нитки какие-то, это можно брать, это можно убрать, и здесь проблемы нет, окей, работай, да, двигаемся с вами, в законах шабата, на примерах, да, касательно одежды, стирка в одежде, продолжим с вами завтра, всеми шаркоах, всем желаю хорошего дня, и на этой ноте с вами прощаюсь, спасибо, хорошего дня, пока, просто готова.